Чего ждать от военкомата в октябре? Друзья, всем привет! Вы на канале Служба Защиты Призывников. Меня зовут Гурян Алексей. И в этом видео поделюсь с вами практическими моментами, то есть, что обычно происходит в военкомате в октябре. Будете лучше это понимать, ну и, соответственно, будете лучше к этому готовы, чтобы уже свои как-то действия согласовывать с тем, что может быть. Итак, смотрите. Октябрь у нас часто в осеннем призыве один из самых активных месяцов. То есть, начинаются массовые комиссии, то есть, вызывают как можно больше людей, как можно больше призывников именно в октябре. Я думаю, что связано в большей степени это с тем, что хочется вначале, как говорится, провести очень много, чтобы потом уже добирать было проще. К тому же, участие людей не получится прийти, да, кто-то намеренно не придет. И вот, вызывают, в общем, максимально много. Столько, сколько, ну, вообще могут обработать, скажем так. Столько и вызывают. И где-то чисел до 20 октября чаще всего проходят именно просто медицинские призывные комиссии. То есть, определяют степень годности призывников, и никаких отправок в армию еще нет. То есть, это такое наиболее безопасное мирное время, что ли, да, в военкомате, когда только проверяют, но еще в саму армию не отправляют. Вот, друзья, поэтому очень важно, так, по возможности прийти в начале, да, то есть, если вам приходит повестка в начале призыва, и вы к этому готовы, что... то есть, к призыву по ходу военкомата вы готовы, то это хорошо, потому что в начале призыва часто бывает проще, да. У военкомата еще не горят сроки, и планы еще у них не горят, у них еще там призывников, за ними еще куча будет, да. Поэтому они наиболее адекватно, что ли, относятся в эти моменты. Вот, так что пользуйтесь этим, и по возможности старайтесь приходить в военкомат в начале призыва, да, но при условии, что вы, конечно, к этому готовы. Кстати, если вдруг появляются какие-то вопросы по подготовке, или как раз готовы, вы не готовы уточнить, то можете писать в комментариях под этим видео, либо лучше всего оставляйте заявку о нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео, позвоним вам бесплатно, вас тоже проконсультируем. Вот, ребят, это один момент. Теперь, что будет дальше? И вот где-то с 20-х чисел октября, ну, обычно, да, это так бывает, в этот язык-то может чуть-чуть отличаться, но это не будет кардинальной разницы, да, в этом. То есть плюс-минус там 20-е числа, в общем, конец октября начинаются уже отправки в армию. То есть уже проводят не только медицинские комиссии, но уже непосредственно отправляют войска. И тут уже надо быть готовыми. То есть если в начале призыва вам, например, дадут повестку на отправку, то у вас еще будет много времени для того, чтобы, ну, это дело обжаловать, если вы считаете нужным, или, ну, вообще, там, разобраться, что с этим дальше делать. Если же вы пойдете в конце призыва, да, или, например, хотя бы в конце октября, то уже есть вероятность того, что вас признают годным, и там буквально через три дня отправят в армию. Вот, примерно таких событий стоит ждать в октябре. То есть начало у нас такое самое лучшее время, да, и очень, но оно в то же время очень активное, да, в военкомате. То есть вызывает, как я уже сказал, очень много людей. Комиссии проходят очень часто, их очень много. Вот, в конце, в конце октября начинают отправлять, и также продолжаются, конечно же, комиссии. То есть комиссии у нас будут продолжаться весь призыв, и отправлять в армию потом уже тоже будут до самого конца призыва, до 31 декабря. Вот, друзья, примерно так. Как я уже сказал, если есть вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под эти видео, либо оставляйте заявку. И если хотите, сможем помочь вам полностью получить военный билет, если считаете, что это для вас будет полезно. Ну, а с вами был Ангулян Алексей. Желаю всем легкого призыва. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok